Всем привет! Давайте разберем, как исправить код ошибки 0x83F8001 в приложении Xbox и Microsoft Store для Windows 11 и Windows 10. То есть при попытке запустить или установить какую-либо игру, у вас будет сообщение, что проверьте свою учетную запись. Сейчас приложение Atomic Hub Windows недоступно в вашей учетной записи. Проверьте, введены ли в WordStore и попробуйте еще раз. То есть, тайминг-коды под видео, ссылка на текстовую инструкцию, на сайт тоже в описании под видео, где вы можете уже там сориентироваться, скопировать, ввести команды, перейти на другие официальные сайты Microsoft. Значит, погнали! Ошибка связана с региональностью. К примеру, вы купили в интернете аккаунт Game Pass с подпиской за 1 доллар или за 2 доллара, не имеет значения. И он оказывается американский, германский, турецкий, польский, все равно какой. То есть, в этом случае вы должны войти в учетную запись и сменить региональность. То есть, проблема с региональностью. Поэтому происходит данный код ошибки. Значит, погнали разбирать, что делать. Значит, в первую очередь запускаете приложение Microsoft Store и запускаете приложение Xbox. Далее смотрите в профиле, убеждайтесь, что вы вошли под одним аккаунтом. Вот профиль в Microsoft Store, нажимаете и смотрите, тот ли аккаунт. В Xbox также нажимаете параметры и смотрите, что учетная запись привязана к той игре, которую вы приобрели. Если у вас все чики-пуки с учетными записи, нажимаете выйти с учетной записи в Microsoft Store и выйти в учетной записи Xbox. После этого вы входите заново в учетную запись. Тем самым, заново синхронизировав игры и лицензии. Значит, если это не помогло, то нужно сменить региональность. В данном случае, например, на Atomic Heart вы купили подписку Game Pass какую-либо где-нибудь. Она оказалась американской или германской. То нужно сменить, если у вас в Xbox и в Microsoft Store вы вошли под тем аккаунтом, который приобрели, то и нужно в системе сменить региональность Windows 10 и Windows 11. Переходим в параметры, время и язык, язык и регион. И меняем страна или регион, меняем на США, Германия, Турция или Польша, в зависимости какой аккаунт. После смены, ну вы можете, если вы не знаете, не уверены, попробовать сначала выбрать США, потом выбрать Германию, Польшу и Турцию. Много пользователей именно это и выбирали. После этого перезагружайте компьютер, смотрите, устроена ли ошибка запуска игр, в частности Atomic Heart. Также хочу отметить, если вы выставили здесь регион США, вы уверены, что это США или Германия или Польша, и у вас учетная запись Microsoft, то есть локальная учетная, не локальная учетная запись, а вы являетесь, вот у меня локальная учетная запись, а здесь будет ваша учетная запись Microsoft, почтовый ящик нарисован. Вы переходите по специальной ссылке на сайт и меняете страна и регион в учетной записи, то есть ставите здесь в США какую-нибудь палаву, ну ладно, палаву-то палаву. Нажимаете сохранить, после этого желательно отключиться от интернета и заново включить интернет, или перезагрузиться тоже, но я думаю интернета достаточно переключения. И после этого Atomic Heart и другие игры, которые имеют проблемы с региональностью, будут запускаться в Xbox и Microsoft Store. Значит, если это не помогло и ошибка все еще возникает, то пойдем дальше. Переходим в параметры, приложения, сбросим приложения Xbox и Microsoft Store. Выбираем установленные приложения, здесь пишем Xbox, вручную листинг налистать, нажимаем дополнительные параметры, выбираем по порядку завершить, исправить сброс, удалить не нажимаете. 3 по порядку нажимаете, переходите на шаг назад, пишем Store, вручную листинг, опять дополнительные параметры, и также по порядку завершить, исправить сброс. Обратите внимание, кнопки удалить нет, это понадобится нам в следующем шаге. После этого заходим в Microsoft Store, Xbox и смотрим, устранена ли проблема. Если проблема не устранена, мы удалим приложение, в смысле удалим Xbox, удалим Microsoft Store, установим Microsoft Store и после этого установим Xbox, такой вот лайфхак. Так как в Microsoft Store нет кнопки удалить, мы это обойдем обходным путем. То есть в первую очередь удаляем приложение Xbox. Погнали. Установка и удаление программы, опять спишем Xbox, нажимаем дополнительные параметры и нажимаем удалить. Удаляем, после этого можете свернуть, можете закрыть, но я думаю лучше свернуть. Так, удалили приложение. После этого нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке пуск и запускаем. Windows 11 называется терминал, администратор Windows 10, PowerShell Администратор. Запускаем. Далее вводим следующие команды две, которые первая команда удалит Microsoft Store, вторая команда перерегистрирует его и установит заново. То есть вводим для всех пользователей Windows Store Remof. Нажимаем Enter. Ну, я не буду удалять, у меня все проблемы, проблем нет с этим. Значит, нажимаем Enter. Microsoft Store будет удален, не паникуйте. Вводим следующую команду для перерегистрации и установки заново Microsoft Store. Нажимаем Enter. Microsoft, подождите минуту-две, Microsoft Store скачается, обновится, установится. После этого нажимаем поиск, пишем Store, запускаем Microsoft Store и устанавливаем приложение Xbox. Пишем в поиске Xbox. Здесь будет кнопочка установить. Устанавливаем приложение. Также убеждаемся, что учетные записи в Microsoft Store и в Xbox одинаковы. И смотрим, устранена ли ошибка. Если ошибка не устранена, то нужно проверить целостность системы. То есть восстановить поврежденные системные файлы, если таковые имеются. Ну, не знаю, поможет это, не поможет. Но в большинстве случаев эти две команды исправляют большинство проблем. Если, конечно, они связаны с поврежденными системными файлами. То есть из-за поврежденного системного файла, естественно, может быть любая абсолютно ошибка, в том числе и с Microsoft Store и с Xbox. Запускаем командную строку от имени администратора. Пишем в поиске CMV, правой кнопкой мышкой запуска от имени администратора. В командную строку вводим две команды по порядку. Пишем SFC пробел с ковно. Нажимаем Enter. Процесс займет минут 7. Я не буду нажимать, чтобы не ждать. После этого он будет писать там целостность системы. Восстановила файлы или не восстановила. Далее введите команду Dism Online. Это восстановление из образа. Далее опять же ждете. Ну, вот я уже запустил. Ну, ладно, будем ждать. Опять ждете и смотрите, устранена ли проблема при запуске Xbox и Microsoft Store. То есть запуск игр, которые имеют проблемы с региональностью и учетными записями. Всем пока.